Здравствуйте, меня зовут Сергей Егоров и это YouTube канал Футбольный Биг. Здесь будет много трансферов, будет много инсайдов. Я надеюсь, со временем будут лайвы и гости. Мне очень приятно, что с момента расставания со Спортэкспрессом вы много писали мне в социальных сетях и давали мысли, как продолжать мою карьеру, мою деятельность. Очень много писали о том, что футбольные лайвы на YouTube канале Спортэкспресса вам понравились и необходимо продолжать их на какой-то другой платформе. С этой целью я открыл YouTube канал и назвал его Футбольный Биг. Этот телеграм-канал уже давно известен на просторах российского Спортрунета. Я решил перенести это название и на свой YouTube канал. Теперь поговорим о самом главном, что произошло в русском футболе, в мире трансферов в зимний трансферный период. Он продлится с 21 января по 22 февраля. И пока все самое интересное было связано с московским Спартаком. Сначала о тех, кто уже ушел, кто может уйти. И самый скандальный переход, это, конечно, переход 20-летнего Салтмурада Бакаева, полузащитник Спартака, воспитанник клуба, подписал контракт с казанским Рубином. И с 1 июня права на игрока принадлежат казанцам. Как так получилось? У него контракт до 31 мая. И переговоры Казань завершила буквально в течение одной недели. По моей информации, решающим стало три фактора. Первый фактор. У меня пока нет ни одного подтверждения, в том числе и официального подтверждения от московского Спартака. Томас Сорна пока предпочитает молчать по этой истории. Нет подтверждения о том, что Спартак сделал официальное предложение Салтмураду о переподписании контракта, который заканчивается 31 мая. Как я слышал, Салтмурад сам несколько раз подходил осенью, уже в начале зимы, к руководству клуба и спрашивал, что с моим контрактом и когда он будет переподписан. Есть ли вообще заинтересованность клуба в его услугах? Что услышал Салтмурад? Говорят на футбольном рынке о том, что ответ Спартака был в том духе, что вот-вот переподпишем, подожди чуть-чуть, надо еще подождать. Все будет. Мы на тебя рассчитываем. Ты, безусловно, как воспитанник Спартака, наше будущее. У тебя брат играет в основном составе, один из лидеров. Ты, безусловно, остаешься в Спартаке. Второй фактор. По моей информации, когда Салтмурад узнал о том, что на январский, на первый сбор в зимнюю паузу он не едет с основным составом Спартака, ему многое стало ясно. Это не говорит о том, что на него не рассчитывают. Возможно, это говорит о том, что он проигрывает конкуренцию. Но в то же время в списке на сбор оказался такой персонаж, как Малком Баду. И сторона Салтмурада, прежде всего, его отец, решила рассматривать другие предложения. Какие предложения были? По моей информации, первое предложение это было от московского «Динамо». Об этом нигде еще не упоминалось. А второе предложение поступило от казанского «Рубина». И казанцы довольно быстро все урегулировали. И третий фактор, который есть, это, безусловно, звонок Леонида Слуцкого. Тренер, который только-только принял «Рубин», позвонил Салтмураду. Сказал о том, что он видит в него большую перспективу. И в будущем, и уже сейчас, не только в будущем, хотел бы развивать его талант. И Салтмурад с лета будет играть уже не в «Рубине-2», если таковой проект существует не в дублирующем составе, а будет играть в главной команде «Рубина». Контракт был подписан достаточно быстро. Рубин сделал все по регламенту. Сначала уведомил «Спартак» о том, что вступил в переговоры со стороной Бакаева. Далее договорился о контракте и подписал этот контракт. Контракт подписан на 5 лет. Заработная плата футболиста составит 500 тысяч рублей в месяц. Что же такого не сделал «Спартак», что он потерял футболиста, которому мог платить всего 6 миллионов рублей в год? Вот эти три обстоятельства, которые повлияли. И, конечно, насколько я понимаю, самое главное – это то, что Бакаева не взяли на сбор первой команды. И вот теперь главное. Можно ли отыграть ситуацию назад? Контракт подписан, он завизирован обеими сторонами. В то же время мне стало известно о том, что Леонид Федун просто в шоке от этой ситуации. В ближайшее время, насколько я слышал, Леонид Федун хотел бы встретиться. Он связался уже со стороной Бакаева. И, насколько я понимаю, он хотел бы встретиться с отцом Солтмурада, чтобы понять, что пошло не так. Все понятно для Федуна. Это, безусловно, проигрышный вариант. Он теряет воспитанника клуба, игрока, в которого он вкладывал деньги. Более того, он теряет брата футболиста, вокруг которого «Спартак» в ближайшее время, наверное, и будет строиться. Я думаю, что Томасу Цорну от этой встречи ожидать ничего хорошего не приходится. Потому что, если отец Бакаева расскажет, как велись, либо не велись, а я повторяю, что я не знаю о том, делал ли «Спартак» оффишил предложение Бакаеву о продлении контракта. Если выяснится, что предложение не сделано, то это, безусловно, горбыль Томаса Цорна. Он потерял воспитанника клуба, он потерял игрока, который в будущем может стоить несколько миллионов евро. Я не знаю сейчас, является ли Салтмурат Бакаев более талантливым, чем брат Зелимхан. Не знаю, является ли Салтмурат, будет ли он в будущем лидером команды. Все это сейчас неважно. «Спартак» потерял игрока, за которого он мог получить в будущем хорошие деньги. Потерял в перспективе, возможно, игрока основного состава. Ну а имиджевые потери, конечно, здесь тоже не являются последними. Итак, зафиксируем. Леонид Федун в ближайшее время встретится с отцом Салтмурата Бакаева. И итоги этой встречи могут быть достаточно интересными, в кавычках, для Томаса Цорна. Я не думаю, что ситуацию можно развернуть назад, потому что контракт подписан и зарегистрирован. Но история может быть громко. Еще коротко о тех, кто может покинуть «Спартак». По моей информации, после второго сбора, то есть после окончания турнира в Катаре и до завершения трансферного окна в России, оно закрывается 22 февраля, могут уйти из команды полузащитник Глушенков. У него есть сейчас уже вариант Стамбовым. И другой полузащитник Аяз Гулиев. Аяз совершенно очевидно не прижился в «Спартаке», после того, как «Спартак» его вернул по праву обратного выкупа прошлым летом. Не завоевал себе место у нас в основном составе. И совершенно очевидно, что сейчас конкуренцию при нынешней расстановке сил в команде он не выиграет. Аяз хотел бы вернуться в Ростов, но ситуация разрешится где-то к концу февраля. Еще один игрок на выход, перспектива которого в основном составе уже совершенно четко не прослеживается. Это Джано Ананидзе. Сейчас он будет тренироваться в этом межсезонье со «Спартаком-2». На сбор он не поехал. Игрок за все время в «Спартаке», а это более чем 10-летняя карьера, провел около 120 матчей. Это, безусловно, мало. Футболисты постоянно преследуют травмы. Но проблема в том, что, на мой взгляд, он совершил осенью достаточно серьезную ошибку. Он сам подошел к клубу и попросил рассмотреть иные варианты продолжения контракта, чем оставаться в «Спартаке». Вариантов этих сейчас немного. У Джано наклевывался вариант с Турцией. Речь шла о клубе «Денис Леспор». Но проблема в том, что у футболиста заработная плата составляет около 2 миллионов евро. И найти команду, которая будет платить хотя бы 50-60%, чтобы «Спартак» чуть-чуть ослабил бремя этой зарплаты, не так и просто. Турки были готовы платить 40%, 60% брал на себя «Спартак». Это был хороший вариант, если бы турки взяли, потому что «Денис Леспор» достаточно крепкая команда чемпионатов Турции. Во-вторых, если бы Джано там неплохо себя проявил, «Спартак» мог чуть-чуть либо заработать на трансфере, либо отдать игрока пусть и свободным агентам, но не платить в дальнейшем ему те самые 2 миллиона евро, потому что до конца контракта с Джано еще осталось полтора года. Турки включили режим на паузе. Что касается российских вариантов, то были разговоры о Сочи, но Сочи, по моей информации, отказался от идеи приглашения Джано. И есть вариант вполне конкретный Тамбов. Это единственная команда, которая в России сейчас готова пригласить Джано и взять его в аренду до конца сезона. Насколько я слышал, речь идет о сумме заработной платы, которая готов платить Тамбов 500 тысяч рублей. Это, конечно, мало, но лучше, чем «Спартак» будет платить всю месячную зарплату. Но проблема в том, что Джано сам не горит желанием ехать в Тамбов. Трансфер под угрозой срыва из трех сторон этой сделки. Тамбов, «Спартак» и «Джано» пока согласны только две. Это «Спартак» и «Тамбов». Джано думает, вариантов особенных нет. И, насколько я понимаю, он сам бы хотел продолжать карьеру в Турции. Ему нравится там, может, и чемпионат. Он видит там себе перспективу. И еще два важных трансфера этой зимы, но уже не о «Спартаке», а о довольно перспективных, интересных с точки зрения медиаперсонах поговорим сейчас. Во-первых, это Бенедикт Хеуэда, защитник московского локомотива, который клуб, который пока не может договориться с Кёльном. Хеуэдерс заходил в локомотив за сумму 3,5 миллиона евро. Локомотив платил эти деньги в рассрочку 2 миллиона и платежи по 2 миллиона и 1,5 миллиона. Деньги эти выплачены, но проблема сейчас состоит в том, что у Бенедикта довольно высокая зарплата. Речь идет о сумме в 3 миллиона евро с учетом бонусов. Лок хотел получить за футболиста какие-то деньги. Сам Бенедикт, учитывая то, что у него маленький ребенок и жена не горит желанием переезжать в Россию, готов пойти на существенное понижение зарплаты, чтобы эту разницу чуть-чуть получил в качестве трансфера локомотив. Хеуэдерс очень хочет Кёльна. Речь идет о возможных условиях трансфера аренда с правом выкупа, а Хеуэдерс в 2 раза потеряет зарплату. То есть 3 миллионов России он будет получать в Кёльне 1,5 миллиона. Вероятно, вот эту разницу 1,5 миллиона может получить в качестве трансфера будущим летом московский локомотив. Ну а для Лиги это плохо. Дело не в том, что Хеуэдерс хороший игрок. Дело в том, что Россия лишается статусного легионера. Хеуэдерс все-таки является чемпионом мира, а такие игроки в Россию заглядывают не столь часто. Если Хеуэдерс уйдет, у нас останется всего один чемпион мира, и то в перспективе он тоже может уехать. Речь идет о Бандрэшурле из Спартака. Возможно, главная интрига концовки января о том, где же окажутся два нападающих. Два перспективных форварда, которые хорошо себя проявили в последние полгода-год. Речь идет о Камаличенко из Млады Болеслав. Игрок в России известен по выступлениям за Краснодаром. Но выступлениями, ну так в полном смысле слова, это назвать нельзя. Потому что игрок полностью не стал игроком основного состава. Когда даже возвращался из Чехии, постоянно не играл. Тогда главным тренером команды Быков был Игорь Шалимов. И, конечно, Соболев, который ярко себя проявил на осеннем отрезке текущего чемпионата. Обоими интересуются Рубин и Московская Динамо. Возможно, появится еще какой-либо претендент Камаличенко дешевле. Насколько я понимаю, информированно, чехи хотят получить за трансфер 3,5 миллиона евро. А требования стороны футболиста по зарплате около 600 тысяч евро. Соболев, очевидно, дороже. У него в контракте вбита сумма выкупа. И речь идет о 150 миллионах рублей. Ну, то есть около 2 миллионов евро. Но в то же время мы можем говорить о сопутствующих тратах. О выплатах стороне футболиста. И на футбольном рынке оценивают эту сумму в 3-4 миллиона евро. Плюс Соболев, если говорить о личном контракте, все-таки дороже. Рынок оценивает его требования по зарплате в 1,5 миллиона евро. Но это дороже в 2,5 раза, чем хотел бы зарабатывать в России Камаличенко. У Динамо, которое хотело бы получить либо Камаличенко, а Динамо ищет форварда. Ну, собственно, это удивительный клуб, который постоянно ищет форварда, но приобретает. То секс форварда, я имею в виду НДЖИ, который здорово отпраздновал свой контракт Динамо Орги и выкладкой этого видео в доступные чаты, то оно приобретает ложную девятку. Но в итоге выясняется, что даже после того, как вы потратили на трансфер около 30 миллионов евро, все равно центр форварда вы не купили. Наверное, если Динамо купит либо Камаличенко, либо Соболева, можно будет поаплодировать и сказать, что цель наконец-таки достигнута. У Динамо, впрочем, еще один вариант, речь от околумбийца Сантоса Боро из аргентинского ривера, но это очень дорогая история. Дешевле, конечно, чем Филипп, на которого потратили 20 миллионов евро и который по прошествии времени все равно, пусть и забивал, но все равно оказался не форвардом. Так вот, этот Боро стоит около 13-14 миллионов евро, а его личный контракт, сравним с тем, что зарабатывает в России Филипп, речет от суммы в 3 миллиона евро. На сегодня все. Я надеюсь, в следующий раз мы поговорим все-таки о главном событии января в русском футболе. С 16 января может состояться сенсация, потому что большинство клубов лиги еще в конце декабря, об этом я писал у себя в телеграм-канале Футбольной Биги, прислали на имя Сергея Пряткина в офис РПЛ бумагу с просьбой провести внеочередное общее собрание, на котором обсудить один единственный вопрос о расширении РПЛ. Потому что я знаю, абсолютное большинство клубов готово поддержать эту идею. Если эта идея будет принята, то мы можем получить со следующего сезона 18 клубов в лиге. При принятой идее в текущем сезоне из РПЛ не будет вылетать никто. А 15-16 команда будет играть стыковые матчи с командами из ФНЛ. Ситуация интересная, потому что я слышал, Сергей Пряткин пока не дал своего одобрения этой идее. Он думает. Я думаю, что 16 января нас ждет довольно жаркая дискуссия уже после окончания общего собрания, потому что нельзя только силами РПЛ расширить эту самую РПЛ. Впереди, вероятно, обсуждение на исполкоме, ну и утверждение, если все пройдет гладко.